МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы ваши пироженки кушали. Спасибо. А впечатление как вам? Я люблю такое. Вкусное. Скажите Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое. А что это значит? Кришна – это Господь вашего сердца. Просто берет себя как все привлекающие. Вы же буддисты. Нет, мы Харе Кришна. Люди Кришны. Это не буддист. Не буддист? А, я думала, вы буддисты. Если будете просто Харе Кришна повторять, вы увидите, как ваша жизнь полностью изменится. И будет счастье приходить с каждой секундой. Я все обживался. Спасибо. Аре Кришна, удачи. Аре Рама, Аре Рама, Рама, Рама Рама, Аре, Аре. Аре Кришна, Аре Кришна, Вечно, Вечно, Вечно. Аре, Аре. То есть с преданными в гунах, но с преданными чистыми, мы строим отношения врученных, отдавая свое сердце этим преданным, вручая свое сердце. А на самом деле это преданным, которые в гунах, ты им не сможешь свое сердце вручить, потому что им просто не надо это сердце, потому что они отделены, они индивидуализированы, им некуда его ложить, твое сердце. У них все шито-крыто, все забито, все полки забиты, жесткие диски все забиты, компьютер весь забит, складывать некуда, полки все забито, заколочено, некуда складывать. Нет ашрай, есть вишар, все забито, все полное, выпуклая линза, нет резервуара, некуда ложить. И смотрите, какой важный момент, что так как вы сейчас в теме еще, да, ложите? Вопросов нету? Нет? Хорошо. Значит, может мы успели этот рассмотреть момент. Значит, мы видим, что если присутствует оскорбление, конечно, мы можем подумать, ну какие там полубоги, я никогда не сравнивал Господо Шиву с Брамой или с Вишну, никогда не сравнивал. И тем более, как это вообще относится ко мне. Но на самом деле, если практиковать глубоко воспевание и быть, находиться в обществе преданных, мы когда проводим, особенно падая труда, и мы сейчас живем в общине с преданными, то все эти виды оскорблений, если преданный он видит суть, он зрит корень, если он находится на стадии внимательного повторения святого имени. Стадия внимательного повторения — это когда ты хочешь повторять невнимательно, но ты просишь Кришну о том, что он дал возможность повторять внимательно. Это стадия внимательного. И вот когда ты пытаешься это делать, то тогда ты будешь видеть, что все вот эти оскорбления, которые совершаются, ну какие-то разные неполадки, какие-то вещи, трудности, какие-то проблемы, которые возникают между преданными, Их все можно описать через эти 10 видов оскорблений, и всегда их корнем будет являться невнимательное повторение. Невнимательное повторение – это признак того, что это результат отделенности преданного от Кришны. То есть это преданное в предхагбхаве находится, он отделяет себя. И уже насколько он агрессивно себя отделяет, настолько это будет и в определенной гуне. И поэтому все вот эти оскорбительные стадии, все преданное служение в гунах, это обычно характеризуется воспеванием намоаппарата. Когда человек становится на очистительную стадию, то есть он начинает реально работать над внимательным повторением, это отражается на всей его деятельности. Это меняет концепцию всей его жизни. И тогда, когда он это начинает делать, то вот это тот важный момент, что человек, например, может сказать, я занимаюсь внимательно, я вдыхаю, на выдохе повторяю сколько там мантр, я повторяю внимательно. Но идея в том, что здесь есть такие подвохи, как, например, стадия вот эта, стадия параматмы, да, когда живое существо, оно просто может, повторяя, начать думать не о Кришне, а заняться самосозерцанием, думать о себе. Ну, как говорил Бадрина Райана Махараджи. Пойти в мавзолей для того, чтобы посмотреть, что Ленин умер. Он не идет в мавзолей, посмотреть на Ленина. Он идет в мавзолей, посмотреть, умер Ленин или нет. Он не понимает, да. И вот то же самое и здесь. То есть он идет, он внимательно повторяет для того, чтобы вообще забыть о Кришне. Он думает о себе, он применяет йогические техники разные. То есть это разные виды, но отклонения они могут быть на любом этапе. Когда речь идет о внимательном повторении Шила Прабхупада, это описывает как смиренное воспевание, в смиренном духе, о состоянии сознания, вручая себя в зависимость от Гуру Кришны и общества Преланных. Понимаете, вот это смиренное. Тринат описывания Чана. Что когда человек этот один повторял, 192 круга Трилаха, святых имен под Машком, и Бхакти Сиданта Сарасвати, я там сидел и повторял там с закрытыми глазами, Бхакти Сиданта Сарасвати шел с учениками. Они говорят, вот это такая великая личность. Он говорит, да это негодяи, никаких свет не видывал. Он является камнем преткновения для развития движения Самкиртана. Потому что человек, он вдохновляет других на уединенный Бхаджан, но он говорит, вы только посмотрите, сколько еще дней он так проповторяет. И Майя украдет его ум, и ему придет слава, и он упадет с какой-нибудь женщиной. И он говорит, лучше взять сейчас камни и начать кидать по этому самозванцу, чтобы он отсюда ушел и больше никогда никого не показывал такой пример. Понимаете, они это делали частенько, за ним под его руководством. Вот если какая-то такая Апа Харинама, так сказать, проходила перед какие-то отвратительные мантры, выдуманные, связанные с именами Кришны, то они выбегали, по его приказу громко стучали в кастрюле палками, чтобы не было заглушить эту Харинаму, понимаете, и кидали его участников камнями, потому что это не должно было происходить, такое служение Бога, не санкционированное. Поэтому мы вот этот момент можем сразу видеть, что все оскорбления, они могут быть более грубой или в более тонкой форме, более агрессивной или менее агрессивной форме. Мы можем их выстроить в градацию по просто преданное служение, совершаемое в определенной агонии, понимаете. И таким образом есть 10 оскорблений, и мы можем даже просто грубых 30 видов отклонений сознания выявить, того, кто воспевает, понимаете, просто грубо. Три гуны умножить на 10 оскорблений, 30 можем форм выявить сразу, 30 форм отклонений, это будет грубо. И из них еще могут вытекать самые разные, изощренные отклонения, да. Это все мутации называется, таким страшным словом, мутации, понимаете. Это все ГМО. ГМО это что такое? Это так мне нравится, как на Бахче там называют, ускоренный арбуз. То есть это арбуз, который ты можешь уже в июне, там в начале июня съесть в Херсоне. Это ускоренный арбуз. У него просто колят, и он очень быстро созревает. Только первые лучи солнца, он уже созревает. Это называется ускоренный арбуз. И вот то же самое, ускоренная джапа, да. То есть ты уже ускорился, ты уже думаешь о том, что ты будешь делать днем. Или ты, например, уже что-то делаешь и повторяешь джапу. Это называется ускоренная джапа. Это называется джапа ГМО. И вот такая ГМО-джапа, она приводит к мутации. Картошка, если у нее там добавляют в картошку, то есть вот ген Скорпиона, например. Она тогда растет, например, на морозе под снегом, прям растет эта картошка. Да. И ген там, какой-то камбалы там добавляют. Они тогда противостоят разным жукам, там, например, их ничего уже не ест жировая, кроме людей. То есть это все разные виды ГМО, то, что мы с вами покупаем в магазинах, например, АДБ. И вот такие же самые мутации происходят с джапой. Вот есть, мы можем иногда видеть лекции, преданные там старшие дают, о важности того, чтобы не есть ГМО. На воскресной программе она сразу такое часто практиковалась. Вот, я когда присоединился к движению. И ты понимаешь, что лекция на воскресное по ГМО – это результат ГМО-джапы, упрямленного. Потому что он уже не думает о Кришне. Он уже думает о ГМО, понимаете. Это называется индивидуализм. Желание в фоне благости, чтобы питаться, какие-то… Ну, то есть он ставит это на первое место. Есть одна встреча с преданными, центральное воскресенье. И для некоторых это происходит один раз в несколько месяцев или недель. И преданный он может на ней услышать про ГМО, например. То же самое, что он может посмотреть в Ютубе. Это результат ГМО-джапы. Поэтому мы должны быть очень внимательны к этому. И поэтому Киртан, когда мы воспеваем, он оценивается именно на основе, просто ГУ. Потому что, допустим, это может быть, например, поет Аиндра Прабуда. Допустим, Шуданам Киртан. И он поет, и там все прыгают, трусятся. Это не означает, что это является гунной страстью. Это означает… Это звучит Шудхана. Это вне гун. Но в тот же самый момент, если, допустим, человек, он невнимательно повторяет Святое имя, и у него куча там, ну, каких-то там дел, там еще чего-то, помимо духовной практики. И он постоянно заинтересован в поиске каких-то денег, чего-то там еще. И потом его просят, а можете сегодня там сыграть на кардионе, на хоренам? И он берет, и он начинает нестись на колеснице ума, потому что он в этот момент думает, как я там туда поеду или сюда. И его ум, он полностью занят планированием уже на следующий день или на следующую неделю. И он не может вложить достаточной силы духовной в воспевание. И его воспевание является вялым. Но преданный, который не разбирается, он говорит, вот это Киртан Гуни Благости. Понимаете? Хотя это вообще может быть Киртаном Гуни невежество. Или, например, Гуни Страсти. Но от того, как дергается тело, с какой скоростью, ты не сможешь определить, в какой Гуни находится Киртан. Потому что Гуны, они относятся к мотивам, а не к скорости движения тела или инструмента. Понимаете? Это не скорость Гуна. Гуна – это мотив. Если мотив чист, Ифропада говорит, прежде всего, мотив чист означает, что нет мотива. Просто это чистое состояние живого существа. То тогда, какой бы ни был Киртан, даже если люди на головах крутятся и прыгают сальто, но их мотив только удовлетворить Киртану, то это является чистым Киртаном вне Гуны. Понимаете? Но люди, они могут очень грациозно танцевать, все там очень, может быть, красиво там все организовано, там все одеты. Но это может быть Киртаном в Гуне Страсти, например, когда человек хочет выделиться. Или в Гуне Благости. Он хочет отделиться. И это будет Нама Парадха. Понимаете? Это будет Нама Парадха. Почему? Потому что этот человек, он вышел. И Нама Парадха – это что? Нама Парадха – это я хочу сделать Кришну счастливым. Это его мотив человека. Нама Парадха. То есть, интересно, описывает Ачари, что Шудга-Нама – это ответ Кришны на стук Нама Абгаса Вайшнава. Понимаете? Нама Абгаса Вайшнав стучит в дверь. И Кришна соглашается открыть. И поэтому говорится, что Шудга-Нама-Киртан – это явление, которое не сходит, а не поднимается наверх. Понимаете? Это явление, которое не сходит. И поэтому, если ты являешься, допустим, человеком, который является Нама Абгаса, Вайшнавом, который практикует для удовлетворения Кришны, ты стучишь, то твой Киртан, он будет вне Гу. Потому что твой мотив удовлетворить Кришну. И его классификацию не разбирают на основе Гу. Его классификацию разбирают на основе Нама Абгас и Шудга-Нама. Но если ты являешься Вайшнавом, который заинтересован материальных наслаждений, ты выходишь, например, Матаджи выходят, чтобы танцевать впереди. Как мы с Ромеша Рапробов смеялся, когда-то на Латхаятре участвовали. Там Матаджи некоторые, они очень сильно хотели ввести Киртан. Ему сказали, ну, ставите, следите, было больше 50 Матадж впереди. И Киртани, он стоял там в каком-то 40-каком-то ряду от начала Харинама. И те преданные Матаджи, которые стояли впереди, им даже практически не было слышно этого Киртана. То есть там в Шахте вообще и не добивало даже, понимаете. И вот интересно, что он говорит, как Господь Жаганат все устраивает. Эти Матаджи, они хотят быть впереди, но они не хотят, чтобы впереди был Господь. Тогда их отправляют в ту зону, в Ратхаятре, где они впереди, но нет Кришны. Вот и все, нет никаких проблем. Ну, какое это воспевание? Они очень красиво танцуют. Они очень красиво танцуют. Но их мотив в гудне страсти. И это нама аппаратха. Они не собирались удовлетворять Кришну. То есть их танцы не были в разделе нама абгас. То есть очень серьезная такая градация. Понимаете, да, как это работает? То есть это все отношения. Классификация Гун – это обычно просто определение состояния того или иного живого существа, той или иной вещи, того или иного явления. А классификация, то, как мы определяем Киртан, мы его определяем на уровне взаимоотношения слить между личностями, Кришны и преданного. Понимаете? Поэтому это не совсем этично говорить Киртан, вот этот Киртан Гунь и Благости. Это не совсем этично. Потому что мы не можем определять ваши отношения друг с другом в Гунь и Благости. Мы не можем так определять. Мы говорим, у вас нектарные отношения, или у вас отношений нет. Понимаете? Отношения, они определяются на основе расы, а не на основе Гунь. Потому что если речь идет о Гуньах, то там не идет речь об отношениях. Там речь идет об аджиме, об эксплуатации. Да, просто ты индивидуалист, и ты строишь отношения на основе личных мотивов. И все. Нет отношений. Есть просто эксплуатация. В более грубой, более тонкой форме. И все. Но когда речь идет об отношениях, намабга, стень святого имени, означает, что преданный очень сильно хочет удовлетворить Кришну. Это не сравнится с тем, что когда у тебя есть с преданными связь, и вы вместе выходите. Это может происходить, причем в разных концах вообще, в разных городах даже. Но у вас есть общая санга, и одна медитация, и на одной философской платформе вы объединены. Можете иногда встречаться, на выездной вместе выходить. Каждый сам по себе ходит. Но вот эта зависимость, очень мощная. Потому что ты понимаешь, что без преданных ты не сможешь это служение выполнять, ты не сможешь Кришну удовлетворить. И это просто все будет бесполезными действиями. Это такой мистический процесс. Вообще мистический. Ну, с преданными ты не общаешься вроде бы, но Ананда в отношениях растет. И как будто вы часы просто напролет разговариваете. Такой эффект создается. Хотя вы можете даже лично и не общаться. Вы просто вместе служите. Духовный мир, он вообще парадоксальный. То есть материальный вообще. То есть материальный, он наоборот. Чем больше ты не видишься с человеком, тем ты его больше забываешь. Ну, обычно, как обычно. Вношения затухают. Если вы не общаетесь, они затухают. То в духовной реальности они всегда развиваются. То есть связь это всегда надо будет. Даже если вы можете получать, но у вас есть одна медитация, допустим, удовлетворить Господа. Или у вас была санга. То это углубляться всегда. Мне вот нравится, как с практичной точки зрения, если подходить к этому вопросу о зависимости, как Нитай-Карун от врага он поступает, насколько он как бы выделяет то, что мы должны просить благословения. Допустим, на санкир там. Он говорит, я никогда не выхожу, не попроси благословения. Он говорит, я прошу просто вам. Не то, что у преданных, у старших преданных, у духовного учителя. Он просит у любого живого существа благословения. Представьте, он видит, ну, как бы, связь с Кришной. Он просто так проявляет свое смирение. Зависимость от Господа, от его преданных. Просто говорит, я выхожу, первый, кем попадется то ли это бабушка в подъезде, или какой-то человек на улице. Может, это преданный. Я просто прошу благословения, вот распространять славу святого имени. Благословите, вот я сейчас иду на это служение. И он говорит, и только так, только по милости. Так что... Никого не отделяй, да? Нет, я хотел вот в эту тему добавить, что, допустим, про Бада, он много пишет в своих комментариях, что люди, они хотят Рамараджи. Вы знаете, да, что это царство Господа Рамачандры, когда все было. И как там описание этого замечательного царства, как все процветало, как все были довольны. И вот этот пример с Раваной, что Господа Рамачандры, он говорит, что даже если Равана, он раскается и придет ко мне, и то я его не убью. И говорится, что если великой личности положить на колени голову, то он никогда не перережет к глотку. То есть, когда мы проявляем зависимость от кого-то, то человек, он... То есть, в первую очередь, мы проявляем зависимость от Кришны, но, так как Бхакти Гьянага с вами, Прабхадра, он говорит, что отношение с Кришной очень сложно установить напрямую, и это чревато зачастую большими испытаниями, потому что Кришна очень такая деликатная личность, его очень легко оскорбить, обидеть. Поэтому мы через его представителей устанавливаем эту связь, зависимость проявляем. Поэтому, когда мы уверяем себя преданным, то Господь через них проявляет заботу о нас. Тем самым Он нам дает прибежище свое через этих преданных, через Сангу, через старших преданных, через Шикша Гуру, через Дикша Гуру. И поэтому важно именно проявлять эту зависимость, тогда мы сможем получать наставление непосредственно от Кришны, через Его представителей. Тогда мы сможем быть в миссии и правильно выполнять ее. То есть, мы сможем быть под руководством. Под руководством значит, что человек, который будет наделен полномочиями, он сможет мне их передать, и я смогу удовлетворить Господа, допустим, распространяя больше книг, потому что я подключен. Потому что я проявил зависимость, и меня наделили просто полномочиями. И вот это именно заметно, допустим, преданные, они делились своими реализациями при распространении книг. Что они говорят, я чувствую, что моего участия здесь минимум. Я просто, ну как, проявил зависимость, то есть я проявил измеренную позицию, что вот я, допустим, есть тут лидер группы, я проявил зависимость в этом вопросе, то есть я принял у него прибежище, действую под руководством. И меня попросили, допустим, выйти с книгами, я вышел, и тут уже понеслось. И тут уже пошло. То есть я чувствую какой-то нереальной шакти распространять книги. И люди берут, люди вдохновляются. И вот эта как бы милость, она, почему и не беспричинна, то есть у него есть как бы источник, это наше желание зависеть от Господа, от Его преданных. Вот тогда вот эта связь, она есть, таламблана, то есть правильно, то есть я в настроении вот этого как бы резервуара. Господь, Он может проявляться через меня, через преданных, вот это подключение, оно идет. Харикришна, поделитесь впечатлениями, поделитесь впечатлениями, пожалуйста. Очень здорово, весело, музыкально. Спасибо. Скажите Харикришна. 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 А я правую подальlation, я правую подаль